Почти 8 миллионов россиян перестали платить за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов. В ведомстве также отметили, что на начало четвертого квартала текущего года заведено, внимание, 7,9 миллиона исполнительных производств на предмет взыскания задолженности. Годом ранее дела обстояли чуть получше, но в целом также плачевно. Задолженность россиян перед ресурсными и коммунальными организациями за год выросла на 72 миллиарда рублей. В целом за ЖКУ неуплаченными висят долги на почти триллион рублей. Об этом ссылаясь на Ростат, пишут Известия. Сообщается, что обязательства потребителей перед ресурсно-снабжающими компаниями увеличились на без малого 16%, а чуть больше, чем на один пункт, снизились долги перед УК. Нам пиздец. А причина? Да я думаю, вы и без меня ее знаете правильно. Падение реальных доходов граждан, рост цен на все без исключения, возникновение сложных жизненных ситуаций, таких как болезнь, инвалидность, потеря работы. Это ведь только в телевизоре все хорошо, да, в околокремлевских СМИ. Вон, пожалуйста, РБК, статья от 2 августа Росстат заявила о скачке доходов. Прямо так и написано о скачке и рекорде роста заработных плат за 15 лет. Или другая статья уже от 1 ноября в Известиях. В Минэкономразвитии отметили увеличение всероссийского благополучия во всех сферах. Это не я придумываю, специально ведь скрины сайтов прокремлевских пропагандистов демонстрирую. Чаще государственных. Вот, значит, на фоне всего этого нежданно, негаданно выясняется, что у нас 8 миллионов граждан не в состоянии за ЖКХ платить. 8 миллионов, вдумайтесь в эту цифру, это население. 8 городов вроде Челябинска или Омска или 16 Ставрополей. Или полутора Петербургов, нифига себе, вот это мы встали с колен к иммуналку, блин. Народу оплачивать нечем, даже в 90-е этот вопрос люди старались закрывать в первую очередь, хоть и жили, впроголодь многие. Родные мои, понимаю, как вам нелегко, но сейчас нужно еще потерпеть. Нет. А вот теперь попытайтесь догадаться, что ребятишки придумали, дабы выйти из этой неприятной ситуации, исправить положение. Хотя нет, не пытайтесь, все равно не догадайтесь, потому что... Но я вам расскажу. А придумали они буквально следующее. Давайте освободим коммунальщиков. Предложили в Госдуме от уплаты пошлин при подаче ими исковых заявлений в суды. Браво танцующим. То есть вместо того, чтобы помочь людям из долговой ямы выбраться, дадим зеленый свет, дабы этих должников проще трясти было. Я прям и не устаю поражаться заботе российских властей о народе. Вот ведь молодцы, как и у нас 8 миллионов должников. И эта проблема плевать на этих нищебродов. Потрясут посильнее. Глядишь, как-то проблема сама собой рассосется. Это реальная журналистика. О заботе чиновничьей и депутатской сегодня поговорим. Поехали! Ну и в продолжение, наверное, уже начатой истории. Задолженность россиян перед микрокредитными организациями бьет рекорды. 350 миллиардов рублей наши соотечественники торчат расставщикам по состоянию на начало ноября. Плюс 18 процентов. По текущему году для тех, кто не знает, что такое вот эти вот самые микрофинансовые организации. Да видели вы их скорее всего на каждом перекрестке. Уже эти лавочки расставили. Быстро кредит. Быстро деньги. Нужен только паспорт с драконовскими процентами. Один раз вляпался и уже не вылезешь. И бьют вот эти вот проходимцы. По-другому не могу их назвать. Так вот проходимцы эти бьют по самым незащищенным слоям населения. Старики. Малоимущие просто безграмотные граждане. Кроме того, общее число клиентов микрофинансовых организаций выросло больше, чем на 2,5 миллиона человек. Как поясняет гендиректор финансовой онлайн-платформы веб-банкир Андрей Пономарев, люди привыкли к определенной модели поведения, а инфляция растет быстрее, чем их реальные доходы. По данным платформы, россияне все чаще берут займы на текущие потребности, а на крупные покупки все реже. Господа, этот абсурд меня доконал. Хотя, согласитесь, обе эти истории, разумеется, взаимосвязаны между собой. Каждый день люди становятся беднее, об этом мы говорим из выпуска в выпуск. Каждый день кто-то теряет работу из-за полезных санкций. Например, предприятие схлопнулось или там ушло из России. А что с гражданами, которые трудились на этом предприятии? Ничего, на улицу, на биржу труда. Если в крупных городах, таких как Москва, Питер и Екатеринбург, куда-то устроиться еще можно, ну, чтобы с голоду ноги не протянуть, да хоть в пятерочку вон продавцом, то на периферии с этим сложнее, там выбор невелик. А коммуналка капает каждый день. Коммунальщиков не волнует, что у тебя проблема жрать, тоже хочется ежедневно. А если еще и в какой-нибудь кредит врюхался, там, не знаю, машину подержанную купил, теплицу на даче построил, все, пиши, пропал эти, с тебя не слезут, вот и идет человек в быстро шараге, думая перехватиться, а в действительности на такие бабки попадают, что руки потом готов на себя наложить то, что НТВ врет, типа, да люди просто привыкли к определенному уровню жизни, вот и сглупили. Как поясняет гендиректор финансовой онлайн-платформы веб-банкир Андрей Пономарев, люди привыкли к определенной модели поведения. Вы че и б***ли, что ли? Так на то они и пропагандисты, чтобы брехать, чушь это все собачье, еще раз. Клиентами, или правильнее будет сказать, заложниками микрокредитных организаций становится именно беднота. Старики и дураки, простите, и люди, которым тупо деньги нужны здесь и сейчас, поскольку детей завтра накормить не на что, и все об этом в курсе. Но государство не делает ничего, чтобы бороться с теми проходимцами-ростовщиками. Болтают только об этом 10 лет. Даже великий кормчий, помню, как-то очередное плюс-100500 поручение давал правительству разобраться. Это действительно известная бабушка из Достоевского. Она очень скромный человек по сравнению с нашими сегодняшними ростовщиками. Вот это прикол! И опять все произошло как всегда. Поговорили, разбежались, забыли, забили. Я вообще уже перестал понимать, кому царики поручения дают, а самое главное, зачем. Они же не выполняются в принципе. Похлопали чинуши после, в ладоши в кулуарах, покричали перед телекамерами. Ах, какое мудрое своевременное решение! Давно пора было! Займемся, начнем над этим работать. И ничего, вот видео я вам сейчас показал 2016 года. Оно на дворе почти 24,8 лет прошло. И у нас рекордная задолженность перед этими самыми ростовщиками. Красавчеги! Нам говорят, бедность снижается. Конечно, она снижается. Но бедность снижается и потому, что бедные, извините, вымирают. А мы занимаемся вместе с правительством статистическими фокусами. Морги становятся градообразующими предприятиями в России. А мы обсуждаем, сколько миллионов еще нужно завести для решения демографической проблемы людей, которые не понимают по-русски и не смогут понимать. Кстати, о демографической ситуации много в последнее время. Мы об этой проблеме говорим, и они тоже. Вот только не вижу ни одного здравого решения. Об одном бестолковом таком предложении только что господин Делягин сказал, давайте завезем к нам сюда толпы мигрантов. И сам же его высмеял, потому что оно, в принципе, абсурдно. Другое вот буквально на днях подвезли. И очередной губернатор разразился глупостью по поводу тотального запрета абортов. На этот раз некто уйба глава КОМИ. Надо, сказал, исключить данную операцию из полисов обязательного медстрахования. И, значит, штрафы, штрафы, да побольше. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Вот у меня похожий вопрос возник, когда наткнулся на эту новость. Ну неужели они правда не догоняют в чем корень злата? Миллионы людей, повторюсь, за коммуналку уже платить не в состоянии. Теперь миллионы, это не абстрактная цифра. 30 триллионов население задолжало банкам в прошлом выпуске. А боном говорили, кто не видел. Посмотрите обязательно. 350 миллиардов, как сейчас выяснилось. С ростовщикам народ торчит. Людям еды купить не на что. Какие дети и второй момент. Про тотальный запрет этих самых абортов. А вот господин Уйба действительно верит, будто его идея сработает. Он серьезно. Никогда еще запретительные меры не приводили ни к чему хорошему. Мы просто вернемся. В эпоху подпольных абортов какие-нибудь бабки втихаря снова начнут это делать и уродовать наших женщин. Которые после вообще родить никогда не смогут. О чем они там думают? А предвыборные агитки вот эти вот. Да я тоже в них не верю. А то понеслось. Тут материнский капитал до миллиона рублей увеличен в Госдуме. А боном снова на днях болтали. Правда, с 26-го года только. И может быть. Но это не точно. Там же в Верхней Палате Парламента, а точнее в Совете Федерации, будем давать квартиры всем роженицам за третьего ребенка сама Матриенко. А боном пролопотала. Вот только на деле оказалось, что оно не совсем так. Поправилась тетя Валя после, мол, речь идет всего лишь о льготной ипотеке для семей с третьим ребенком. И вообще, оно вилами по воде пока писано, пока нюансы уточняются. Пропагандисты, правда, уже раструбили на всю страну именно первоначальную сказку. Пробудут давать квартиры, хотя, можем с вами, забиться не будут. Но делал всех депутат Хамзаев бредными праха. Давайте детей покупать. В смысле, выкупать у женщин, которые матерями стоять не готовы. И отдавать таких малышей на воспитание государству. Правда, как это осуществить, Хамзаев мне предложил. Поскольку торговля детьми – уголовно наказуемое деяние. И в нашей стране тоже это, во-первых. Во-вторых, а где гарантия, что всякая алкашня не захочет нам зарабатывать, мы не получим целую армию за тем детей инвалидов? Кому вы парите мозги? Изгюзми, я бы сказал. Козюськи! Ой, блин, по какому принципу они этих депутатов и чиновников набирают? Ладно, все, переваривайте. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Оно помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте, с тем и предлагайте. Поднимем, обсудим. Пока-пока!